Выники подведены, задачи на новый научный год огучены. Сегодня в Гомеле пройшла Жневинская педагогическая конференция. Ее отделниками стали наставники и керавники региональной системы адукации. Усяго, коля тысячи человек, какие успехи достигнуты и на что необходимо звернуть увагу в ближайшее будущее, доведался Дмитрий Котов. Перед началом официальной части выстава установ адукации региона. Тут и работы наученцев, присвященные году Малою Радимы, и демонстрация сущасных махчимостей глины, лежбовые технологии, развитие творческих здольностей и компьютеризация, как одно из складающих кончаткового вынику работы сферы адукации Гомельщины. Школьники в области активно демонструют свои таленты в самых разных накерунках. И, что важно, достойно представляют регион на сусветной арене. У минулого научного года Ирина Гончаренко подрихтовала переможцев международных интеллектуальных баталий в Испании, Великобритании и Малайзии, как означает наставница, головная в праце педагога, безмежный интерес и жадание завсёды удосконаливаться. Мой принцип никогда не ограничиваться рамками урока, то есть постоянно жить работой, жить детьми, заниматься с ними в любое время суток, отвечать на все их вопросы, учиться вместе с ними, самосовершенствоваться, потому что наш мир не стоит на месте, соответственно, если я заторможу, то притормозят и дети. Наученцы региона до речи продемонстровали лепши за последний пять год показчик на заключенном этапе республиканской олимпиады. На их рахунку 101 диплом и первое место – сирот областей. С уликами республиканских баталий омаль 450 дипломов. Такий выник немогчим и без штудённой самоданной працы педагогов. Лепши из их отримливают заслуженные узнагороды от Гомельского аблвыконкама, областного совета депутатов и Министерства адукации. Упадяку за шматгадовую плённую працу – нагрудные знаки «Выдатник адукации». Гоноровое звание присужается двоим представницам системы адукации региона. Я безмерно горжусь тем, что мой скромный труд является частью великого дела в подготовке нового поколения учителей, воспитателей, тех, кто закладывает будущее нашей страны. У нас работают замечательные педагоги. Мы называем их учителя-учителей, ведь от них зависит, кто сегодня придёт в школу, какие будут уроки, какой будет воспитатель, сколько любви и уважения, образования принесут они сегодня в наши учебные заведения. Тым часом на педконференции разума не только об достигнениях, а и задачах на будущем. На головные аспекты подчас выступления, звертая увагу, старшиня гомельского аблвыконкама Геннадь Соловей. Перш за всё, гэта недохоп установа дукации кроковой доступности у новых микрорайонах. Як отзнашая губернатор, проблему мясцовые улады выращают усими махчимыми способами. У приватности будет расповсюджываться в опыт будовництва дитяших садков на першем по версии новобудовлев. Першочерговая ж задача для усих супрацовников Галины – створение беспечных умов для детей. У Мирской области 1 сентября распахнуты двери 524 школы с обновленными классами, кровлями, инженерными секциями, санузлами, оборудованием для пищеблоков. На эти и многие другие подготовительные мероприятия засходовано 17,5 миллионов рублей. Кроме того, закупено 20 школьных автобусов и почти 160 единиц технологических холодильного оборудования. Есть задача власти ремонтировать школы, строить детские площадки, открывать секции, где каждый ребенок может реализовать свое право на качественное образование, проявить творчество, социальную активность. То есть задача педагогов – создать в школах такую атмосферу физического и человеческого комфорта, чтобы дети шли туда с удовольствием и чувствовали себя как дома. Губернатор подкреслив необходимость протягнуть работу по укоренению сучасных стандартов безопасности. У приватности – разговор про системы видеоназирания. На этот год выдаткованы сроки на створение проектно-сметной документации для 24 школ. Важно звертать увагу и на школьное охарчевание, а так само плановые медицинские огляды. И они повинны быть не одноразовыми, а системными на протягу усяго научального года. Старшиня Гомельского балвыконкомат значил, что детей необходимо приучать сочи за своим здоровьем с раннего взрослого. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель».